Самым мощным принципом, который называется «потом-перепишем». То есть это позволяло быстро запрототипировать систему, воспользоваться всеми полезными фичами, которые в мускуле есть, в рейдсе в том числе есть. Быстро получить какой-то профит и не задумываться о том, что может что-то делать. Ну вот, спустя два года какие проблемы обнаружились? Обнаружились проблемы, которые присутствуют базы данных. Имеют вместо множество депобов, которые возникали в мускуле время от времени, и мы не знали, что с ними делать. Кроме того, в мускуле запросы на себя ведут очень не явно. Например, группай, который может что-то там странное вывести. В мускуле отсутствует необходимая функциональность, которая была нужна уже на этот момент. И кроме того, я думаю, многие согласятся со мной с тем, что мускуль плохо всем. Начиная от автоинкрементов и заканчивая репликацией. А редис тоже оказался не очень удачным, поскольку из редиса очень сложно что-то агрегированное почитать. Чтобы сделать какой-то там джон между данными в редисе, их нужно вытащить и как-то циклами пройтись и что-то сделать. В общем, этот стек выбранный, он оказался, как я сказал, неудачен, тормозил коммерческое развитие и многих нервировал. Поэтому было принято волевое решение иммигрировать на козыг с СССР. Но почему, собственно, козыг? Потому что у нас к этому времени был очень богатый опыт использования КБАЗ-данок, и она прекрасно себя рекомендовала буквально во всех проектах. И у нас даже было такое дело, что проектом массово начали иммигрировать на козыг, если бы были специалисты по этому делу. Как это проходило? Мы иммигрировали, собственно, саму базу, и потом иммигрировали сервисы, которые на Рейзе были завершены. Двумя независимыми итерациями. К сожалению, специалист, который выполнял первый этап, иммигрировал схему, иммигрировал MySQL-специфичные запросы и так далее, он сегодня заболел. Он обназначен в 100 докладчиков, но, к сожалению, не может сегодня выставить. В том числе из-за этого, да. Собственно, как была миграция? Я тут могу на несколько слов сказать, эти шаги здесь выписаны. То есть была проведена очень аккуратная миграция схемы сначала, то есть просто переписывание операторов createTable на специфичные для подгресса типа, на специфичные для подгресса констраиненты. Дальше мы все MySQL-специфичный оператор поменяли, например, там он дубликитки апдейт поменяли на CDE, вот такие вот штуки. Дальше все это было аккуратно протестировано, штатом тестировщиков, и потом это все последовательно выкатывалось. И затем уже, собственно, была проведена миграция сервиса выдачи, то есть сервис, который был на рейсе. И об этом, собственно, большая часть заклада и послушаем. Что такое, вот я говорю, сервис выдачи, да? Если абстрактно, есть набор задач, которые требуется раздавать полуисполнителям, и есть множество ограничений на выдачном. Ограничения бывают двух типов. Первое ограничение – это ограничения по числовым параметрам, то есть, например, вы не можете выдавать сектору больше, чем там N заданий в час или в сутки. И второй тип ограничений – это ограничения по временным параметрам, то есть вы не можете выдавать одну и ту же задачу в течение дня. И те, и другие ограничения, они как-то бэкендом просчитываются, исходя из условий, там без бизнес-требований. И они меняются во времени, то есть временные параметры, ну, с самого рейдера, да, меняются. Если вы выставили какое-то ограничение на час, то через час она должна еще одна. Собственно, выдача была организована на ПКП на Рейдисе. Почему на Рейдисе? Потому что Рейдис, он из коробки содержит в себе систему экспирейшн. То есть вы что-то положили в Рейдисе и сказали там жить один час. Да, и через час это все умерло. И поэтому, собственно, Рейдис был выбран, ну, такая вот вещь, а доступно сразу. И это позволило там быстрее в свое время сделать. Собственно, задачи выгружались в виде каких-то там списков Рейдиса, каких-то стеков Рейдиса, вот такой вот, чтобы страшно было. И дальше ПКП просто вытягивал из Рейдиса данные какие-то нужные, пробегался там циклинг, делал какие-то дополнительные подзапросы и выдавал, наконец, задачу. В чем, собственно, проблема этого всего в этом дело? Ну, непонятно, насколько Рейдис вообще транспортилен, да? То есть вот этот реальный боевой код, который, вот если вы здесь видите, да? Да, что здесь происходит? Здесь происходит какая-то попытка чего-то там заточить асинхронно, да? То есть вот ботч и анботч – это какое-то начало транзакции в Рейдисе. Как видите, анботч и куча. Смучает еще то, что там в самом начале стоит while not exit, то есть это еще в цикле делается, да? Пока нам не надоест. Потом есть такое чудесное условие. Сначала что-то заинкрементили, да? Потом проверили, а не false ли это. Ну, это вообще что-то странное. Что это? Мм? Ну, вы заинкрементили, у вас, ну, единичек больше надо получить. Ну, вот, ну, скорее всего. Ну, как видите, что это довольно странно. Да, то есть это очень… Мы называем это не транзакционно, да? То есть непонятно, что происходит, где там если что-то сломается, что более. Вот. И это нерасширяемо, там все непонятно, что с этим делом вышло. То есть вот такой вот ужастик из жизни PHP-релеса. Что мы сделали на подпись? Ну, на подпись мы организовали ряд табличек, которые все аккуратно рассложили. То есть текущее ограничение мы сложили там в пачку одних таблиц, которые назвали лимитами. Текущее значение, которое там фронтом обновляется, положили в пачке таблиц. Собственно, сами выдачи, то есть сами задания сложили в еще одну таблицу. Отчеты, которые нам приходили, сложили там в третий набор таблиц и в локи четвертый набор таблиц. И что мы сделали еще дополнительно к этому всему? Хорошо, прикинь. Мы оснастили таблицем максимально сном констрейнту. Также написали API выдачи на хранимых процедурах и сделали систему экспирейшенов в виде системы джобов. Во всем о трех последних фондах я сейчас подробно расскажу. Собственно, выдача MyWeb – это мой первый проект, в котором систематически были использованы форинг-е и до этого, но не приходилось это делать постоянно. Почему форинг-е и вообще констрейнты, они очень важны? Не почему я пропагандирую, как и у всех сотрудников, а потому что они дают чувство уверенности, что в каждый момент времени у вас база находится в непротивочимом состоянии, что все сводится куда нужно, и все строчки целостные, что данные там не попорчены или ничего-то еще. Мы используем три типа констрейнтов. Как я сказал уже, это форинг-е и, это чеки, логически проверка на корректность данных строк, и уникальные индексы. В том числе используем условные уникальные индексы. Так, вот дальше два примера, которые у нас в схеме есть, да? Создается уникальный индекс по условию, который запрещает одному серферу выполнять две задачи одновременно. То есть уже на уровне базы никто не сможет вставить вот две строки, которые будут говорить о том, что серфер выполняет две задачи. И второй пример, это вот такое вот ограничение, которое говорит о том, что если задача какая-то была промодерирована, то у нее есть время модерации. Почему констрейнты второго типа, вот чеки, тоже нужно видеть? Потому что я сталкивался с ситуацией, когда некоторые другие разработчики, они писали в базу несогласованные данные. То есть, чтобы решить какую-то вот прям вот нужную очень задачу, например, там какой-то учетный перевод закрыт, да, или еще что-то такое. Они писали данные, которые говорили о том, что вот сессия закончилась, но она даже не началась, да? То есть они ставили время прямо обдейт на базу, финиш лет какой-то, а выгибнет его не было. И в итоге вот такие вот штуки накапливаются, и потом становится очень нехорошо разбираться с тем, кто вот такой вообще базу бы написал. А констрейнты, они запрещают такие действия. Так, API выдача написан полностью на хранимых процедурах. Хранимые процедуры мы очень любим, используемые повсеместно, и вообще любые мы готовим. То есть все сколько-нибудь сложных запросов на модификацию данных, а также все сложные выборки, мы храним именно в хранимых процедурах. Тут уже было много сказано о том, почему хранимые процедуры полезны, я просто подытожу. Хранимые процедуры, они позволяют множество запросов слить в один запрос, в одну транзакцию, и сделать это все с помощью одного коннекта. Соответственно, мы получаем ускорение за счет того, что мы экономим на коннектах. Кроме того, внутри хранимых процедур можно использовать синтекс из begin-exception для логгой сфиксированной ситуации. Хотя мы стараемся и тему не злоупотреблять, потому что это довольно тяжелая операция. А внутри хранимых процедур можно образовать синтетические логгии, так называемые рейдеры логгии. Хотя с ними нужно быть очень аккуратно, я потом об этом скажу. И хранимые процедуры, они позволяют разделить логику, строить работу между сотрудниками. То есть у нас в фирме есть подпись, ориентированные сотрудники, и ОРМ-ориентированные сотрудники. Первые пишут логику на PgSQL, а вторые на Ruby, или еще в чем-то эту логику вызывают. В итоге все довольны и счастливы. Да, так это было то, что касалось хранимых процедур. И для экспирейшнов, для, собственно, систем экспирейшнов, для того, чтобы тут локи появлялись и исчезали, мы написали микросервис на ассинкционную очередь. Очередь называется M-BAS, и это название, как он уже звучал в одном из предыдущих докладов, вот, собственно, что требовалось. Требовалось делать так, чтобы, ну, грубо говоря, кто-то положил в очередь какое-то задание, например, снять лог через один час, какой-то, такой-то. И это задание было выполнено. M-BAS для этого идеально подходит. M-BAS можно, него можно постить, есть, него можно читать, и можно делать отложенное чтение, да? То есть вы положили что-то в M-BAS и сказали, пускай это лежит, и появится в решили сейчас. Там есть такой парендер, ну, это делай контилу. Вот. Соответственно, сервис был на этой в очереди написан. Поскольку в Косбесе нету штатных средств для организации воркеров, то воркеры были написаны на ОКП. То есть задача воркера это просто причисать, что-то из M-BASа, выполнить задание и выкинуть это. Все это замечательно работает в продакшене. Само расширение, оно используется во многих наших проектах, во многих, и поэтому его можно смело рекомендовать для использования. Так, ну и сам M-BAS вот доступен по этому адресу, это расширение подгласа. Просто креид инстеншн мы едете. Дальше, собственно, вопрос дипломента, который неоднократно возникал и который я уже успел проекламировать. Но на самом деле здесь немножко на другие условия. Мы работаем в рамках одной базы. И в рамках одной базы все гораздо проще, чем там накатывать что-либо на несколько баз синхронно. таблицы и всякие там индексы мы создаем большинное. При этом мы не брезгуем всякими там дефолтными значениями, чтобы сделать в остров тейбл добавить в колоночку какое-то дефолтное значение, чтобы на некоторое время начало заполняться вот дефолтными значениями. А потом как-то мы считаем уже с основным задним числом. Все остальное мы раскатываем автоматически специальным скриптом. на основании кода-репозиторий. То есть у нас есть репозиторий, которым по базам и по сетевам хранятся следующие объекты. Объекты следующих типов. Во-первых, мы выделяем такой тип, как седы. Седы — это некоторые константы, которые важны собственно для кода. То есть мы стараемся не использовать в коде хранимых процедур вот именно числа, как константы. То есть например, статус 1, статус 2 или статус 3. Мы когда все заводим маппинги, какие-то символические и именно используем маппинги. И собственно седы — это какие-то вот такие константы символические. Дальше объекты — это типы и хранимые процедуры. Все это дело отметится разработчиками схемы и раскатывается людьми, которые собственно имеют права на это. Как это раскатывается? PHP-скрипт он имеет доступ к истории, он знает все чексуммы объектов, которые были ранее выпущены, он сравнивает чексуммы того, что сейчас в данный момент есть с теми чексумными, которые были уже раскатаны ранее, и если все замечательно, то не раскатывают конкретно этот файл. Переходят к другому. Если чексумны отличаются, значит, что файлик нужно раскатать. А собственно, как происходит раскатка? Раскатка происходит так, что дробается и создается заново. Так же, как и тип. Тип тоже дробается и создается заново. Но с типами есть такая фича, которая возможно 9.3 по фиксели, но мы пока на 9.2, что дроб типа, даже каскадный, он не дробает хранимки, которые используют перемены этого типа. Поэтому хранимки мы находим собственно по вхождению в исход этого типа и дробим дополнительно сами. И все это делается в одной транзакции. Поскольку ДДЛ в пускресе транзакционный, то все это замечательно должно продакшен работать. Собственно, вот можно посмотреть киншот. То есть зеленое это то, что не поменялось, желтое это то, что накатилось, красное это то, что было удалено. Что? стандартное. зачем для этого какой-то скрипт использовать? Не используешь стандартное этот плойминтер. А что стандартное? То-то самый ЧФ, Толстак и все такое прочее уже готовые вещи. Ну, к сожалению, видимо, мы просто либо не догуглили эти вещи, либо не знаю. если 20, то нужно допить. Ну, да. Ну, да. А, одна транзакция, да. Инперсистентный коннект это плохо. Кто говорит, что персистентный коннект это хорошо? Кто говорит, что плохо? Сказали, что плохо. Как бы вам говорили, что это хорошо. Да, кто говорит? Я могу две руки поднять. Я тоже. Говоришь, что хорошо, бывает, что плохо. Зависит на историю. Просто каждый раз соединяться к базе на каждую выполнение каждой хранитель процедуры. Нет, нет, нет. Мы подключаемся к базе, да. Мы выполняем вот эти вот все запросы и закрываем соединение. И все. Одно соединение. Потом вы снова подключаетесь, снова выполняем. Следующий деплой, да. А, только в предеплоре. Нет, только предеплоре, да. А, а, деплоре, Ну, разумеюще, конечно. Вопрос нет. Иначе вы там откроете соединение, да, сделаете там что-то, закомитите, там, закройте соединение, у вас будет одна хранения раскатная, вторая будет нераскатная, это очень хорошо. Дроп-кайп, 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 но мы такие тарифы не используем. Ну, на самом деле, там, надо смотреть, там, надо смотреть. Что? Нет, если вам процедура должна быть еще фиксировать, то есть, лоп-кайп, дроп-кайп, можно получить? Да. А если, допустим, у меня идет процесс синхронизации метроб-казм, металли, у меня, доп-кайп, дроп-кайп, процедура, она подвижается в 3-е-е. Что произойдет? Ну, база, две, допустим. Я все равно, если ты плывет дел, я, наверное, выкатываю на основной, на другой мастер, да? Если мастер-мастер, это кажется. Ну да, если мастер-мастер, то даже... Для мастер-соя, какая-то, все равно, будет схема, изменяясь, там, там, изменятся. Да, но для мастер-мастер это все очень с трудом подойдет, а для мастер-слэва нужно подплатить, просто я сейчас не готов говорить. Просто в мускуле сразу подплатить. Да. Нет, ну, выказали подплатить. Нет, ну, там, ну, насколько я помню, когда мы раскатывали на мастер-слэв, то вполне все замечательно доезжает. Да. Да. И свои помощи на эту... Да. 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 Ну, я так понимаю, значит, зрение спайера для вас, на самом деле, нет? Да. Да. мы наблюдаем за размером очереди, хорошо ли она там нагревается, все замечательно. Если очередь начнет расти, там, как-то не нагревает, мы просто поставим больше нагревателей. еще вопросов. Ну, вы бы сказали, что у вас очень хорошо работали, да. А почему на сайте заплата написано? На сайте заплата? На сайте заплата написано уже два года. Неа, ну, я просто не успел, но будет эксплата и язык. Честно, эксплата. Ну, на самом деле, я не отвечаю за такие вот вещи. Просто, наверное, любые не доходят. Хорошо. Так, давайте я продолжу дальше, да. Про что хотелось бы еще сказать и что посоветовать. Наряду с одновременно с написанием и хранением логики, мы начали эту систему логированию. И логирование, ну, прикинье ключевых параметров. То есть, почему это важно? Почему важно логировать все, что происходит? Потому что вот старая система, да, которую мы эксплуатировали, они не писали совершенно ничего. И когда они падали, было непонятно, что происходит. Поэтому логирование очень важно нырять именно в момент написания готового кода, потому что потом будет уже поздно. И раскатывать это все дело синхронно. А то есть, что мы делаем? Мы логируем все ключевые события, которые происходят, а также раз в минуту снимаем ключевые параметры системы. Например, число серферов активно в данном времени. Кроме того, мы блокируем ошибки в космосе. Все это дело пишется в файлики, но файлики их обычно не читают. А когда вы пишете в базу, и потом пишете демон, которые ошибки разгребают, и потом приходит письмо разработчикам, что у вас случилась такая-то ошибка, это гораздо более мотивирующее дело. и разумеется, но все на это есть свои интерфейсы. И да, мы использовали всякие готовые средства типа статстей и прочего, потому что X-ниверсит будет. то есть извините, пожалуйста, что будет делать с ошибками, грубо говоря, где-то там да, да, это файлы уже. или какой-то ошибкой, которая после каскадного вводения я не знаю, какой-то чинит другой стихель, то есть у вас будет я понимаю, что вы говорите, да, то есть ошибка о том, что не удалось подключиться к базе, мы не видим в базу. Да, спасибо. Я передумаю, что должно быть слышно, вызвать какой-то каскад на оборот записи в базу. Нет, нет. А ошибка при попытке записи ошибки в базу? Нет, нет. Ну да, разумеется, там стоит from dry patch, который просто ну не пишет базу на эту ошибку, и все. То есть там на последнем рубеже уже не продолжается рекурсия. Когда-то выходил такой анекдот, что скоро Oracle в пятнадцатой версии выгодит триггер before error. Так, и собственно профит, который мы получили от внедрения в космос, конкретно в выдаче. Мы получили все преимущества реализационной модели данных. То есть это структурность, ценностность и прочие вот такие вот замечательные штуки. Кроме того, мы получили возможность составлять сложные монетические отчеты по тому, что у нас там в системе заданий есть. То есть мы в любом интернете можем сделать какой-то селект, что-то там посчитать и быстро к этому менеджеру выдачить. Также мы получили возможность очень быстро внедрять все новые фичи, которые бизнес обастребовал. Вот есть такое число четыре новые сложные фичи месяц. То есть без внутреннего подпеса выдачи было совершенно непонятно как их выделять. И мы получили оптимизацию простралистия за счет того, что мы не ходим сто раз с помощью пакопа и дополнительно не подтягиваем а делаем несколько простых селектов несколько инсертов и быстренько все это выдаем нашим серферам. и заключение одной проблемы. Мы по-прежнему ловим дедлоки, но с ними нужно бороться с помощью такой стуки, геновательное проектирование. То есть, например, да, не использовать синхронно два запроса, которые параллельно что-то пишут в одно и то же место. То есть, грубо говоря, можно демона разносить по времени, чтобы они не стыковались друг к другу. Кроме того, в версии 9.2 есть такая неприятная штука, что можно словить дедлок на обновление двух таблиц, одна из которых ссылается на другой с помощью хорингея. Вот в 9.3 это дело пофиксили, но мы пока не рискуем игрировать на 9.3. Скорее всего, мы порезем на 9.4. сразу. Поэтому опять-таки решать с помощью разносения по времени этих запросов. И поскольку мы выдвинули ряд быстрорастущих таблиц, например, выдачи, которые постоянно происходят, мы их все храним, то возникает проблема роста этих таблиц. Мы пока, честно говоря, не придумали, бизнес не придумал стратегию, что с ними делать, либо мы их просто теряем за неудобности, либо у них было отстегиваем дополнительные хранилищи. То есть, когда какая-то определенность этим будет, мы решим стрелать дальше. То есть, либо официровать если они не остались, то пожалуйста. Да? Маленький вопросик. Там у вас было на одно называть какие-то системные константы, системные ограничения. Мы заводим таблички словарики, где просто ID, индекс. ID – это значение всегда индекс, его символическое значение. Может быть, какое-то текущее значение этого тела. А потом какой-то select? Потом у нас есть например, получить значение параметров по такому-то символическому меню. Там мы select. Что? Да, это имитово, поэтому не страшно. что? Еще? какой-нибудь ID, какая-нибудь цена и какое-то написание. Это тип, да. Почему JSON, которые различные есть? Ну, JSON там тоже есть. Нет, это для фронтенда, да. то есть API и PHP получает какой-то вот ID, по нему пусть собирает пакет данных и отправляет его на API. То есть задача именно API получить какое-то часто. число. Да. По поводу следов тоже еще хочу кончить. Как я понимаю, табличка ключ-значение. Тип-поле значение это текст или что-то в основном интересное? Нет, там несколько разных таблиц есть. Например, под константы, ну да, название значения названия значения названия что-нибудь используете для того, чтобы могут смеформские отследования? Чтобы отслеживать ну хотя бы как-то внимательное проектирование, что для этого использовать? Два раза? Да, смысл, да? Давно занимать не наградчик. То есть я для этого использую что-то там посредством автодок, но позволяет построить схему. Нет, такие вещи мы или нет. И мы с акцесса считаем. Надо да, да, да. Я по секрету добавлю, что все такие базы просто на автомате прогоняются скрипты периодически, которые смотрят на использование индексов, на отсутствие индексов, на индексы избыточные и, соответственно, после этого там просто сообщения админа скидываются, чтобы админы почистили. А в каком говорит по раму скачиваете в том, что вы любите в том, что что в том, что что происходит в том, что стоит с Да, да, да. Это же стат, да, но в каждую мощь приходят UMA-нагрузки системы, да, от сложных запросов. Да, то есть дебашник все дело отслеживает и это все профилирует, естественно. А по поводу вот, да, по поводу еще дворцов протестируем, как это дело тестируется. Ну, разумеется, что в первую очередь тестируют ранее процедуры разработчики, потом хранируем процедуры, встраиваясь в какие-то сервисы на тесте, где тестировщики тестируют. Автотестов мы не используем. Все. Вопросы сейчас? Да. Можно маленький вопрос еще по поводу откладки из своих родилов? Да. Понимаете, ну, скажем, там, я ли, или даже там, 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 какой-нибудь частный, который мы облигаем. У меня просто расстраиваются все эти breakpoints, надо посмотреть, чего как. То есть, если это будет логично достаточно сложно и не хранить, то есть, как это все? Ну, во-первых, опять-таки, нужно хранируем процедуры правильно проектировать. То есть, как-то пить их на более мелкие процедуры, которые уже, ну, какую-то, ну, за определенную функцию выполняют и составляются вот только смертной. И хорошо это слаживают. Да? Ну, да, там, риск нотисы или логирование базы, там, каких-то ключевых параметров. Это все применяется. Спасибо. А есть ли какие-то рекомендации, как организовывать эти маленькие процедуры между собой, как между ними связи организовывать? Есть ли какие-то проблемы с этим? Ну, сейчас, наверное, скидку я так не могу рассказать. Ну, в основном, вопрос о декомпозиции задач, мы более мелкие задачи. Какие-то таблицы-то у вас мигрируют или нет? В таблице мы мигрируем вручную. То есть весь DDI, вот, который касается таблиц, мы создание индексов и всего такого, мы делаем строго вручную. То есть сразу мы делаем? Нет, ну, естественно, мы делируемся на стейдж. Стейдж у нас есть, конечно. Но стейдж-тест такие вот вещи. То есть стейдж-тест не нормально, а продакшен? Ну, продакшен не, вот, скорее всего, мы тоже сделаем вручную. Ну, вручную. Вдруг нет, мы на топливом катиться. Как бы вам рассказывать о зависимости от процедуры вы сами храните, чтобы потом отслеживать, чтобы удалять, изменять процедуру? Если одну изменили, она зависит от других или от нее зависит? Нет, если одна хранительная процедура зависит от другого, и вы удаляете, вот, собственно, зависимость, то ничего страшного не происходит. Происходит страшный, когда тип меняется. Вы храните вот это вот? Нет, мы это не храним, мы это вычитываем из метод данных метод облиц прогресса. Да. Там есть облиц ТГПРОС, то есть, там, ГИРФА, в которой все это прекрасно хранится все зависимости, только можно их уметь попросить. Хорошо. Хотел уточнить, почему не переходите на версию 9.3, вот Алина тоже пропускает версию 9.3? Что с ней не так? Мы бы перешли с удовольствием на 9.3, но этот замечательный человек сказал, что вам нужно просто подождать. Я могу прокомментировать, на самом деле. Это очень просто, и только я алида на других причин. Дело в том, что сейчас много лич вкручивается, и в 9.3 много новшеств, которые закладывают какие-то вещи, которые будут выпущены в 9.4 и дальше. То есть, по функционалу, пока что это еще не настолько юзабельно, как бы хотелось, там, реализованные глюки, например, довольно простенькие пока, а какие-то глюки от этого есть. То есть, такой релиз-переходный, достаточно сырой. То есть, если у вас уже есть 9.2, пока нет необходимости перейти на 9.3. Когда будет 9.4 уже стабильно, тогда будет клево перейти туда, потому что это уже хороший функционал. То есть, там уже будет переход оправдан. А 9.3, на самом деле, как бы, ну, если на новый проект можно смело ставить сейчас стабильный релиз, а если есть 9.2, то лучше подождать уже и там в ноябре-декабре перейти на 9.4. Вот наша рекомендация такая. Спасибо.